Я пошел пить кофе. Все. Меня нет. Так. Как говорили наши аналитики, два предыдущих оверпасса, как Ниндзи, так и Фури Академия, проиграли. Ну вот одна из команд сегодня точно победит. Кто это будет? Мнения опять-таки же разделились. Я, кстати, не видел никакой солидарности в нашей студии. Никогда вот не было так, чтобы затопить за одну команду. Ну да, они там пытаются какой-то конфликт создавать, у них это не очень получается. А еще такие себе аналитики, что много себе позволяют вообще. И всех надо поменять. Комментатора поменять от этого. И аналитика, ведущую, всех убрать отсюда. Я один соло закрою и на аналитике, и на ведущем, и на комментаторе. Все, вы мне не нужны. Идите. Все, ливайте. Что там по диффузам? Есть, кстати, диффуза смог. Ну и по позициям похоже, что Фурия вроде как тут активно довольно под базой А действует. Уже есть два чела на дуге, очень близко. Нила уже дал информацию. Ну и вроде как там должны перетягиваться ребята из Ниндзя. И Пирья, это люркер, сделал фраг под Б. Это очень хорошие новости для Фурии. Они могут заходить на базу А уже в большинстве. Так, по голове получает Зи, Нила. На него надежда. Но вот знаете, чем отличается Фурия? В первую очередь, это качественный стрельбой. И эти парни не мажут. То есть вот там, где надо идти на открытые перестрелки, ну, у этих ребят все в порядке. Зитеры единственные, кто сопротивляется. Минус первый для команды NIP. Ну, походу, на этом все. Да, дропдэдсенти, Сапик, ZTR. Вслед за тиммейтами отправляются Фурия на карте Вертига. Ой, Вертига. У меня уже Вертига просто головного мозга. Что про таблетки тут вообще что-то говорит? Леха, я из вот тех вот восьми карт Вертига комментировал, наверное, шесть. У меня уже просто, знаешь, на подсознательном уровне Вертига застолбилась. Да, уже снится Вертига. Все в цветах Вертига. Кек. Ну, 1-0, хорошее начало, прикольный пистолетный раунд. Не очень я люблю, когда вот так вот команда довольно примитивно фейкует, да, но когда у тебя тот чел, который один на другом конце карты фейкует, делает еще и фраг, это максимально приятно. Я просто к тому, что Фурия структурно выглядела как команда, которая будет захотеть на базу А, естественно, это было видно. И, по-моему, даже на IP это понимали. Но в конечном итоге все благоприятно для них сложилось. Сейчас будет выбивание шарта от Ниндзи, судя по всему. Ну, было бы неплохо вообще под флешечку на воду ворваться. Кстати, две флешечки есть, но беда в том, что они в руках Сапика, вот, собственно, который на самой агрессивной позиции, на цементе, подсажен. Пытается подловить кого-то из бразильцев, но не все так просто. Очень аккуратно и дисциплинированно отыгрывает Фурия против форс соперника. Кстати, вот знаешь, наверное, это единственная карта, на которой Фурия играет очень медленно. На Инферно носились, на Вертига носились. А вот здесь какие-то такие, знаешь, если и есть раши, то они продуманные. Ну, то есть не такие хаотичные, да, скажем так. Потому что в целом, да, действительно, вот бразильский Counter-Strike, а именно команда Фурия, особенно в последнее время, да, на виду у нас и первый состав. И, собственно, сейчас мы следим уже за Академией, потому как у нас самые известные бразильцы пока, можно сказать, отдыхают. Ну, Fallen у нас довольно активно. Не то чтобы активно, наверное, из всего легендарного бразильского топа, только Fallen более-менее на виду, так как играет сейчас в команде Liquid. А в остальном, конечно, бразильский Counter-Strike испытывает сейчас не самые лучшие времена. Фурия вроде как у нас принимает участие. Старшая во всех топовых ивентах, да, но звезд с неба не хватает. 2-0. Фурия Академия хорошо начинает оверпасс. Force by не заладился у молодых ниндзей. И скаут, конечно, Нила попытается засейвить. Плюс у него еще есть армор и дигл. Это очень даже и неплохо. Дроп чекает. Нила нужно просто немножко... Терпение и пару секунд просто выживает Нила. Кстати, Леха, у меня для тебя очередной квест. Ну, вот попытаться все-таки выделить кого-то из бразильского состава. Потому что на протяжении уже, ну, сколько, мы посмотрели 5 игровых дней полных. Сегодня 6-й. И вот, знаешь, ярко выраженного лидера по-прежнему именно в Фурии не нашли. О чем это говорит? О, это шведский. О чем это говорит? Стоит, что с бронсированной составой вот как раз-таки задача твоя определить, кто же он. Да. Это будет в интернете по реконтакте. Пропробуешь? Поп, посмотрим. Будем опираться только на мои впечатления. Да, не больше. Я челеговый комендар. Удобный. 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 О, удачи. Удобный. 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 ДМБ у них снайпер, да, по-моему? Угу. Фурия. Я, кстати, Фурию тоже, по-моему, только одну игру смотрел. Вот Нипов много смотрел. Будь здоров. Ого! Нормально ляпнул. Тикать. Фак, нам можно. Буста. Буста, да? А, да, да. Ляп, лев степ, льва. Да. Ну, его слышали. А влево махали. О. Так, кто там у них раскаслился? Здоровья тебе, братиш. 3-0, уверенно. Ну, вот то, о чем мы говорили. Стрельба на высоком уровне. Первые три минуса от дропа. Всех строго наказал хэдшотами. Дестанти подхватил. С последним немного повозились. Ну, в общем, все хорошо. Вот такие бусты, мне кажется, делать лучше не с ранним таймингом. Хотя, опять же, наверное, было желание именно сделать фаст фраг, да, того чела, который будет занимать воду. Но, вот, в среднем тайминге, мне кажется, это более эффективно. Ну, это уже такое, опять же, это более предпочтение личное. Дестанти занимает воду, тушит молотов и уже через шорт готовится пикать под базой Б. Бомба, кстати, тоже находится на монстре. Дестанти. Там пытается... Молик, по-моему, кривой, да, должен был упасть на бочке. Здесь никого не будет под аплентом. Там только один соло-опорник, по сути. Рольф на бочках. Под флешечку чекается. Монстр! Отличный спрей от Рольфа. В смачок забирает двоих. Однако перья сделал перед этим рефраг. Не рефраг, а entry, вернее. Ну и Ninja Z открывается на монстре. И пока он здесь один. Тиммейтов отрезали моликом на шорте. Ну вот, попытались агрессировать под базой Б. Грамотная игра со стороны Young Ninja. Под флешечку. Идеально разыгран момент на монстре. Но борозиться не сдаются. Будут идти до конца. ЗТР. Перестрелка против дропа. Хороший, казалось бы, минус. Зидержит что-то неуверенно. Неуверенно вообще. Пошло сразу. 10-ти пушит спуск. Ninja с под собой чекает. Знает о том, что чел на хелпе. Не знает, правда, где второй. 40 секунд до конца. Ну, по идее, когда увидел, что на девятке нет никого, должен догадываться, что где-то либо спина. Так была же инфа по этому. По граффити точно есть инфа. По снайперу он точно знает, да? А второго, да. По второму пока. Может только предполагать. Он с ящика, когда проверял девятку, никого не увидел. То есть, по идее, по таймингам хелпа как раз-таки к этому моменту должна была стянуться. Короче, 20 секунд до конца. Бомба. Что с бомбой? Бро, ты давай определяйся уже. Он понимает, что надо где-то рискнуть. Хороший минус. 12 секунд не успеешь. Есть время? Успеет. По-моему, не успеет. Ну, давай считать. 7, 6, 5. Нет, не успел. Ну, 2 секунды. 2 секунды брака. 2 секунды брака. И в итоге первый раунд остается непам. Но зато с какими потерями. Экономику потрепали плотно. Выбили снайперскую винтовку. В этом раунде UFC не будет АВП. Но фурия сможет спокойно продолжить закупаться. Ну, главное теперь уже за раунд зацепиться. Тогда добить шведов в плане экономики будет достаточно просто. Грамотно сыграли Нипы. То есть не пошли оверпикать, не пошли искать его. Нила, который был на воде, тоже отыграл пассивно. Ну, то есть это, в принципе, все было разыграно оптимально. Ну, и действительно хорошая попытка от Дисенти. Так, ну и агрессивный вариант защиты база. Два длина. Один на детской. Под флешечку. Вот она, непопская работа. Правда, всего-то она всего один минус. Ну, вот кто так спреет? Это ЗТР опять, да? По стрельбе, да. По стрельбе там очень все плохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Четыре в два уже ситуация. Правда, два красных. Три красных. Ну, ЗМБ в шаге от того, чтобы стать красным. 44-11-9. Сотый только пири. Вот как-то надо пирю грамотно использовать. Просто так его отдавать не хочется. Наверное, чтобы выходил и разменивал тиммейтов. Ну, отмечаем, что этот парень доказал, что он умеет делать подобные вещи. ЗТРу надо учиться стрелять с эмки. С глушителем. У легенды Counter-Strike шведского Патрика Линдберга. Который просто... Ну, Лех, я тебе скажу так. Выходит в 31. Это мечты. Два туда, два сюда. Это важные мечты ЗТР. В 31 с такой бородой. Стрелять так, как делает это Патрик Линдберг. А кто знает, кто такой Патрик Линдберг? Ну, напишите в чате. Ну, стыдно, не знаю. Давайте, не фаги. Не фаги. А ну-ка, засветились. Они сейчас начнут гуглить. Патрик Линдберг. Патрик Линдберг. Знаменитый шведский баскетболист. С бородой. Кто это? Кто? 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 Максимально здесь вытрой хардили Фурия. 15 секунд до конца. Сейчас еще и могут нафейлить. При этом, да, два в два. Уже ситуация. Нет времени поставить бомбу. Ну, парни, ну почему же вместе не сыграть просто на размену? Что это такое? Проигрывает раунд Фурия. Два в четыре. Японский бог. Вообще ничего не сделали. Ничего. И заметь, Алексей. Как мы распланировали этот раунд? То есть запускать пири в последнюю очередь, выпускать красных, чтобы он выходил и их разменивал. Да. Пири вышел один. Да нет, просто вчетвером выйдите. Просто выйдите вместе и все. Тут даже выдумывать не надо на какую-то точку. Они в принципе могли не делать вот этот вот холд, который они сделали на 30 секунд. Особенно учитывая, как они делали эту завершающую стадию, как они ее разыграли. Просто пошли вместе и просто сыграли на размену. Все, по инфе. Вы не знаете, где чилы? Окей, запускаете одного на мясо, размениваете, все, у вас инфа. Просто за счет численного преимущества, чисто по математике, ребята. Нельзя так ошибаться. Да, два очень близких раунда подряд проигрывает Фурия Академия. Ну, теперь уже не все так просто. Но, опять-таки же, любая из команд, проигравшая в этом раунде, лишается финансов. И следующий проведет с пистолетами в руках. Ну, а Нипы, конечно, отыграли в стиле, как бы, терять нечего. Угадали. Просто будем стакаться вдвоем и все. Ну, и, скорее всего, было понимание о том, что неплохо раздемажил Зетер вот этот выпад на длине. Под флешку Десенти не возбревает. Все постараются тиммейта разменять. Бразильцы готовят сплит-выход на позиции Апванта. Ну, кстати, по раскидке все очень скромно. Но на одну волну должно хватить... Ну, вот тебе и Зетяр. Вот тебе и Патрик Линберг. Пси делает минус по ЗМБ. Фурия открывает два зла. Отличные два смока. Как мы видим, отрезали они своих оппонентов. Не могут сейчас совершать ретейк. Флешек нет. Цапик. Очень важная... Есть там одна все-таки флешка. Даже две. Соврал. Цапик там через коннектор. Очень важная позиция. Но вопрос в том, выпустят ли его оттуда. Скорее всего, его контролируют. Ну, и не выпринимают дисциплинированное решение. Идут на сейв. Ну, чатик шарит, кто такой Патрик Линберг. Сейчас бы Линберга не знать, да? Ну, наверное, сейчас уже больше знают Петрика, чем Линберг. Сейчас тут есть варики. Фрайберг, Гетрайт, Дюпри. Симпл. Это Манесси. Лавочка на мираже. Это самый оригинальный вообще. Смешно, смешно. А ты хорош. Я только одного Патрика знаю. Святого. Японский бог. Что там, 4-2, да? Ну, засейвили. Засейвили львиную часть девайсов ребята из Янг Нинджас. Понимаю, что раунд уже было не спасти. Позволили спокойно бомбе взорваться. Ну, Фурия неплохо начинает на оверпассе. Кстати, точно так же, как и во вчерашнем матче против Naatic Rising. Точнее, нет. Вот как раз-таки вчера была против GIG. Простите, пожалуйста. Ой, минус 50. Приятная хэшка прилетела. Неприятная, вернее. Конечно же, для сапика. Слушай, ну по ZTR точно ему надо поработать на им-карте. Ну, я серьезно. Ну вот. Прям. Он постоянно как-то... Знаешь, вот ладно им-карта. Окей, нет. Упустим это. Это стрельба. Это технический момент. Вот сейчас ты видел, как он погиб вот перед этим? Как он шел в туалет и поджимал. Без позиции. То есть, опять же, это непонимание. Это просадка в тайминге. Непонимание того, что происходит. Ну, на самом деле, я тебе скажу, под стенку он подошел хорошо. По-хорошему, ну, он должен был делать минус. То есть, ты наводишься на голову. Он даже не навелся. Не было. А вот теперь возвращаемся к техническому браку. Может быть, да. То есть, до момента стрельбы все было хорошо. Он, ну, не дал полного понимания для соперника, что происходит. Сам был в приоритете, потому что первый начинал стрелять, но банально не убил. Напомню, что с GTR и MNAP заняли второе место на RMR европейском последнем, который мы освещали в стиле нуар. У нас выход на базу Б, но здесь очень как-то уверенно отыгрывает тот самый парень, которого мы много критикуем. Это GTR. Он оформляет здесь два кила. Сапик также отмечается двумя минусами. И еще один фраг от Рольфа. Ну, по-моему, не попоняли, как надо играть против Фурии. Не надо выходить на прицел. Надо вот как-то перекрестными огоньками. Только что троих или четверых убили просто в бок или в спину. Вот так вот надо работать с Фурией. Эти парни в открытых перестрелках крайне сильны. Надо как-то по-другому стараться с ними взаимодействовать. Ну и склонны к ошибкам. Вот смотри, первый. Второй. Прикольно так, да? Вообще, я обожаю такое. Это топчик. Сапик. Закопал. Тик. Ну что? Экономический сапик. На два минуса раскрутился. Рольф также забирает двоих. Последний остается Зимби. Ну, Зимби решил отморозиться. Ну, все равно был наказан. Нила. Точка в раунде. Счет 4-4. Кстати, ну, очень-очень схожи развиваются события на карте оверпасс. Подобный момент, по-моему, был на Vertigo. Нави против Fnatic. Да, только там как-то волнами шло. Там вот таких прям близких раундов было не так уж много. Хотя и тут тоже. Особенно вспомнить то, что в Furi отдали там 2-4. 4-2. Интересно сейчас, в каком ключе планируют играть НИПы. То есть будут ли они поджимать детскую. Три игрока под базой АП по позиционке. SoloCon отыгрывает с ZTR. Не очень нравится мне эта идея. Но пока все хорошо. Два минуса и бомбу принесли. Сладенькие мои. Ну, куда ж торт отнесли? Что-то не по адресу. Пацанчики. Ой, 2 в 5. Все. Так, ну теперь вопросов по стрельбе нет. Красавчик. В этом конкретном моменте действительно все было просто идеально. Двоих Сака 47-го наказывает жестко в голову. Ну и Пире с дропом 2 в 5. Постараюсь что-то придумать однозначно. Неплохо было бы выбить парочку девайсов из рук молодых ниндзя. Но задача не из простых. Нила работает под флешку ZTR. Спокойно его забирает. Ну что, Пире последний. На сколько его хватит? На 2. Там в подвале минимум 3. Да? Я так посмотрел. Ой, 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 ой. Пире сейчас будет просто в шоке. Ну, на 2-тэшечку вышел. Сапик Рольф на двоих его расписали. Пятый раунд для ниндзя за сторону контртеррористов на оверпассе. Окей, что делать дальше? Сейчас Фурия понимает, что слишком как-то агрессивно действуют НИПы. Причем эта схема меняется. Сначала у нас агрессивные позиции, потом мы агрессивно работаем под флешки. Ну, точнее, наоборот, если хронологию восстановить. Вот. Что-то надо придумать в ответ. Чем могут удивить? Ну, смотри, не понравилось то, что не было нормального подкрепления со стороны МИДа. В целом, ну, опять же, это субъективное мнение по коннектору. Хочется, чтобы работа была, ну, не такой тип. Да, они побежали вдвоем. Да, там расперло. Да, там не прочекали угол. Но, в целом, хотелось бы более такого системного и структурного подхода к ретейку коннектора. Но это уже вторично. Тут тоже нужно учитывать, что НИП играет довольно разнопланово. Нила в туалетах сейчас будет принимать. По-первыхому не пошло. Второй бой! По-третьему забирает. Все-таки стабилизировался парень. В ЗИ делает также минус. Подожди, он четверых оформил? Троих. А, троих там еще фраг сделал господин Сапек. 6-4. Очень круто. Вот только что распрыгивали и растягивали прицел Нива. Тем не менее, Швед со своим спреем могущим совводал. Ну и ждем продолжения банкета. Бразильцы продолжают действовать. Кстати, вот еще один момент, который я еще во вчерашнем игровом не заметил. Фурия в атаке на оверпассе действует без снайперской винтовки. Но уже в защите ЗМБ все-таки подключается и там, ну, получается. Ну где-где, но на овер и без авика мне не очень нравится играть в атаке. Я могу это понять на Вертиго, могу понять это на Нюке, там, не знаю, на Инферно. Слишком много позиций у защиты, которые пытаются раз за разом играть агрессивно, проверять что-то еще, что-то делать, ну, такое наглое и дерзкое. Ну, вот как раз таки здесь авик и нужен. Фурия – исключение. Фурия во вчерашнем матче против Бегов действовала без снайперской винтовки, ну и пока против натик играет точно так же. Слушай, ну прикольно, что у команды есть своя философия. Это очень похвально. Вообще, если говорить о бразильцах, да, о их стиле игры в Counter-Strike, то тут целая, даже не философия, а целая культура. Представь, какой огромный вклад в сцену Counter-Strike, да, в целом. Какой огромный вклад от легенд, да, там, от Fallen'а, от FNX'а. Ну, там еще медийка нормальная подлетает. Ну, именно потому что… Правильно, да, именно потому что популяры, то есть они и есть инфлюенсеры, они же… Почему там они стакаются с тем же Неймаром? Потому что Неймар катает, да, а Неймар стал катать, потому что он там сам футболист, молодой, да, там хочется как-то что-то это самое. И пошел в молодую тоже индустрию, можно, если так сказать. Так, ну, по-моему, первая серьезная проблема у Нипов под базой B. Сапик разменял тиммейта. Ну, нет, по ходу, охрана смена. По одному продолжают действовать бразильцы. Последней остается Пирия против троих. Есть понимание о местонахождении снайперской винтовки, но в ЗИ просто отморозился, а в ЗТР как раз-таки своевременно пришел на помощь. Седьмой для Нипов. Ну, вот бразильцы как-то застряли. Какой-то такой выход, он не был, не знаю, может быть, была идея, но вот в завершающей вот этой стадии, когда нужно было сделать размен и разобраться по позициям, было немножко, выглядело это сумбурно. Я тебе больше скажу. На самом деле, все решил один смачок от Сапика, который положил вот на проход монстры-бочка. Точнее, как этот, колонна, да? Да, да, да. Ну, между, я понял. У нее есть более оригинальное название. Вот. Смачок. Ну и, собственно, все. Вот, по идее, любая другая грамотная команда пытается заходить уже второй волной. Либо выждать, пока смачок развеется, потому что, ну, из дыма выбегать на подъем или на девятку не очень прикольно. А вот бразильцы как раз-таки на кураже, в танце, ворвались в эту движуху, ну и были наказаны без каких-либо шансов. Ой, нормально здесь десентир. Ну, смотри, первый, второй, все там бегают, веселятся. Всем им весело и прикольно. Вообще, Академия очень круто. Ой, быстрый выход у нас на Б. Все слепые. Очень хорошее внедрение со всех сторон. ЗМВ делает два минуса. Ай, на развороте не получается забрать Сапика. Он тут просто на разрыв. Нинджа Си делает минус два в два ситуация. Какой динамичный раунд, какая экспрессия. Два в один ситуация. Взиздегла все патроны холостые. Ну, почти все. Фактически очень крепкий Young Ninjas. Посмотри, вот вроде бы предыдущий раунд достаточно проблемный. Прошлые проиграли. Ну, денег, с учетом того, что закупились в этом, более чем достаточно. У Сапика немножко все-таки есть проблемы, но там тиммейты должны ситуацию корректировать. И в случае поражения и в этом раунде как-то поделиться с братом. Ой-ой-ой. Это снайперская винтовка была, да, по-моему? Я ничего не перепутал? В смысле? А, он с АВП смотрел коннектор. Да, в атаке, наконец-то, дождались. Да, но там очень не повезло, был ретейк форта. Выход на монстр, в итоге Ninjas делает минус. И теперь отвечает дроп, также минус, 3 в 3 ситуация. Дроп понимает, что здесь где-то внутри пункта есть еще один челфик с бомбой. Дисинти прикрывает своего тиммейта. По гранатам все довольно неплохо. Есть две флешки, которые Дисинти может не дыть в облака. Переделать фраг по Нилу, это очень важно. А вот Рольф, это ли не удивление? Так, вот грамотно Рольф сыграл, но не хватает спрей-контроля. Ну что ты будешь... Классический, Леха, вот этот шведский спрей. Ну вот любят они подзажать. Не знаю, не знаю. Понятно, что гораздо проще два туда, два туда. Он исключительно сделал вот с точки зрения хладнокровия. Посмотрел, задетектил второго. Первому он дал нормально, а вот потом просто не отпустил кнопку. Хотя можно было трыть, трыть и все. Ну и отмечаем реакцию бразильца. Не растерялся сразу же после того, как тиммейт упал по, скажем, правому уху. Сработал и просто без шансов выключил игрока за бочками. 7-6. Два подряд от Фурии в атаке на оверпассе. Ну и ситуация на карте выравнивается. Только стоило нам сказать, что Фурия как-то застопорилась, потерялась на этой локации. Как тут же два взятых раунда, и если заберут третий, тогда у Нипов на последний, ну, будут деньги, но не все. Хотя, не, посмотри, вот то, о чем я говорил. Денег там. Нормально денег. На фармили. Такое ощущение, знаешь, что они играют, играют какой-то там, есть кол, там, играем медленные раунды, там, пытаются зайти на А, там, 4 в 2 проигрывают. Потом, знаешь, типа, тренер говорит, давайте, вы должны сейчас делать нормальный раунд. Они там, у них все равно не получается, они ползают, потом, так, пацаны, все, надоело. Давайте нормально пошпилим, просто вот, в удовольствие. И там, э-э-э-э-э-э, побеждали на Б. И опять вот сейчас, ну, опять же, сейчас это не пуш, это медленный раунд, контактный, но есть ощущение, что фури просто комфортненько. И заметь, все эти раунды строго в направлении базы Б на этот раз, Рольф справляется, 2 минуса от Десенти, размен 3 в 2. Да, Рольф хорошо тут залил, Десенти делает 2 минуса. Ну, третий минус. Это уже третий, Львов? Да, уже третий, да, и уже ситуация 2 в 2, смачок на Хевен, Молик сейчас будет в шорт. Ну, отлично, надо ставить пакет. Зимби пропушил Хилпу. Ой-ой-ой, какой хороший для него. Вот тайминг, вопу, а я сгорел Десенти. Да. Ой-ой, а это была бомба, походу, да, но время еще есть. Вместе с Зимби я бы подобрал калаш, так и есть, забирает бомбу и может уйти спокойно, да, жена будет пайковать. Да, ну спалился сейчас Нило. Вот этот фейк уже точно лишний. А сейчас пойдет. А сейчас пойдет. Нет? Не пошел, да. А, там смог все еще, он смог, не хочет рисковать. Так, ну, позиция идеальная. Ну, красавчик Нило. Нило очень красиво здесь играл. Ну, по сути, он как-то, или Молотова прогнал дропа, который ставил, да, или Аня Десенти ставил бомбу. Прогнал тот, не успел уйти. И сгорел, ну, и потом разрулил ситуацию один в один. Восьмой для молодых ниндзя. Фурия, ну, была максимально близка к этому раунду. А как все начиналось? Три первых минуса делает Рольф с Монстра. Ну, практически не выпускает команда Фурия. Дальше ответочка была более чем достойная. У нас 86 сейчас счет получается, да. Последний раунд будет первой половины. Ну, вот, да, есть, складывается такое ощущение, что действительно, действительно, как-то комфортнее ходить на Б-Фурии. Ну, просто, просто больше нравится. Не знаю, активность там как-то у них в моменте складывается довольно неплохо. Ну, именно в смысле динамично играют. Здесь они решили быстро занять мидл, Нило в упоре. Забирают, ну, вот, забирают второго. Хорошо здесь в плюс начинает и на IP. Зитер, его просто никто не контролирует. Зачем смотреть в этот коннектор? Кому он нужен? Леха, ну, в танцы парни несутся на плент, не отвлекая их. Хватит орать. Пирия последний против четверых. Все ставят точку. Ну, собственно, ничего не меняется. Ничего не меняется. Фурия моментами, вот, она просто забывает проверять огромное количество позиций. Все, что попадает вот в этот, знаешь, радиус 45 градусов. То есть я бегу, вот вижу там 45. У них даже не 170, а 45. Вот все умирает. А вот там повернуться, проверить, поджимы, рассчитывать. Ведь это стандартные позиции защиты. То есть никто тебя не удивляет тем, что в подвале есть игрок. У тебя играют изначально туалеты. Два первых минуса. После этого открывается подвал. И Фурия этого не ожидает. Вместо того, чтобы в моменте после размена остановиться, остыть, попытаться дождаться и подловить вот этих наглецов, которые выходят с подвала, бразильцы бегут просто снеся голову. Короче, беда. Короче, беда. И при этом, Алексей, счет-то комфортный. 9-6. Если в защите Фурия покажет, ну, более, скажем так, дисциплинированную игру, в чем я немножко сомневаюсь, ну, проблемы как минимум не помогут создать. А если еще вспомнить о том, что отдали 4 в 2 раунд совершенно неотдаваемый, то все могло быть получше. Ну, посмотрим сейчас в диффенсе. Тоже интересно, будут ли играть первым номером. Потому что прям Фурия любит активно двигаться в защите. Ну, ты знаешь, игра все равно смотрится живо и динамичненько. Спасибо карте оверпасс. Кстати, вот момент ZMB. Вот, мне кажется, точнее, ZMB, а с Descent, который ставил бомбу, а ZMB был под девяткой. По ощущениям он успевал поставить бомбу, но сгорал бы в коктейле, а в итоге не поставил и не ушел. Надо мейл. Надо мейл, cuidado бейл. там уже по-моему резали там и пули закончились опа чатер наказал тиммейта сапик погибает это 1 в 2 забыли и вот диффуза он пункте чего не считает классно отморозился пункте терфмаке классно зитер вернув интригу в этот раунд когда тиммейта застрелил 10-6 10-6 не удержали аркада база b ребята из фурии но они не плохо ситуацию реализовали смотри ножик-ножик а нет без ножика с пистолетом приземлялся хорошее настроение у зитера и в целом команды не должно быть хорошее настроение игра в целом складывается для них позитивно и форсбай решили делать ребята из фурии земли с дробашом интересно какая у него будет позиция здесь буст у нас спалили уже парни из ниндзя вот он земли кстати для дробаша вообще позиция шикарнейшая неужели это контактный выход под б ой не нравится мне это решение минута 26 один соло в коннекторе играет у шведов и четверо стоят под б плентом прям short активно распикивают заняли воду при этом вроде как не торопятся ну теоретически да то есть ты всегда можешь придерживаться плана б и уйти там сторону коннектора да потому что опять же есть там надо смотреть не контроль карты а в принципе он отсутствует вот и же говорю только кон то есть контролирует кон это они его не до конца чекнули то есть если надо будет сместиться через коннектор утина там теоретически могут находиться оппоненты да вот поздний выход на детскую площадку 45 секунд до конца немножко заняты зажаты в таймере здесь шведы получается в том смысле что это будет уже линейный выход для них на базу а из позитива это то что два опорника всего у фурии сейчас на пленте начинается раскидка и начинается заход на плент так давайте смотреть дэсэнте с дегла первого выключает у ее и был реальный шанс забрать еще и второго перья ликвидирует сапика в итоге 3 в 3 при этом есть роль у которого 50 процентов здоровья ну бомба на банк это сознательно я думаю они так сделали смог на мусорку четко здесь не подолжны конечно все это дело забирать дефьюз китов нету фурии дроп двигается через банк понимаешь на машине может быть там кто-то очень много урона получил стерт из 2 хп у него осталось как это лонг не упередливает ниндзя зидро выбирает роль фану опять же есть размена зитера и нил один стран забирает на и пи это был форсба и сейчас очевидно будет раунд с юстками от фурии зимби фармит себе на снайперскую винтовку и не вам нужно отыграть аккуратно спокойно похожий раунд схожий да ну то есть вот как какая была структура этого раунда один коннектор четверо под б попекали потусовались отошли через спаун стянулись заняли мид и в итоге через дугу с раскидочкой плюс лонг вышли спокойно на базу а ну теперь раунд уже без арморов только пистолеты есть парочка деглов перья и десанти ну и что делать шведы не изменяют своему стилю точно так же как и в прошлом раунде попытка прохода по зигзагу зитера наказали сапик хороший спрей должен забирать третьего да так и есть последний зимби сейчас еще нафидит этого на него плюс 600 баксов двенадцать шесть ну что надо 2-3 раунда уверенности для команды фурии чтобы как-то камбэкнуть на этом оверпассе улыбается него хорошее настроение но принципе да я думаю что здесь счет позволяет счет позволяет и опять же их карта максимально комфортно как мы об этом уже говорили так но и в отличие от первой половины где в атаке фурия не так часто прибегала к снайперской винтовке только под концовку таковой решила покупать здесь у зимби а по появляется в первом оружейном попытка агрессивно действует на центре карты но здесь нинди с помощью гранат отгоняют вражеского снайпера и не дают реализовать хороший спот а вот тут уже подсадочка готова ли к этому фурия никто не открывается обратил внимание что за диффенс не знаю почему есть фокус от драпа он даже задетектил не чтобы под флешечку монстр пикнуть ах ах хотелось бы да хотелось бы я когда смотрю игры мне часто хочется самому пошло но сапека словили по поводу буста вот вообще за диффенс никто не делает буст на планете на дефолте очень зря это тупо такой недооценен это мост андер рейтед пуст а он же триц нет чем он контриться но игроком который стоит и с моего подсадка привет ладно ну я просто так не считаю я просто видел кучу раз когда так улетал опорный а бустов таких не видел я я так скажу 5-3 фурия пытается зайти на базу а по моему их здесь читают но очень хороший смакет бразильцев и два в четыре три в четыре простите можно разруливать там буст интересный сейчас дитер играет внутри плента переношивает дальше нет продвижения что по диффузам нет диффузов нет гранат нужно поторопиться команде фурия так то они могут проиграть этот раунд есть инфа почилу под 90 взи в банке попадает ниндзя вернее забираете терра роль в зи поджимает банк уже два в два ситуация опасненько опасненько забирает nip этот раунд тринадцать шесть и в конечном итоге 20 хп остается у рольфа и команда nip берет раунд такой казалось бы довольно довольно опасной ситуации для себя то есть шансов то чтобы взять этот раунд уже казалось уже нет практически но потом я увидел что смоки потом увидел что нет диффузов и такое все нормально все нормально я тебе больше скажу на самом деле на протяжении всего этого оверпасса nip взяли огромное количество кулач в меньшинстве в ситуациях равных большинстве то есть там где бразильцы уступают не пыда доигрывает на максимум так что еще наверное а лёх ты же помнишь тебя квест был а определить лучшего бразиль не лучшего который хотя бы выделяется на мое мнение не могу вот видишь и вот так вот пять дней подряд да не могу вот реально ты это ты уже у тебя была дискуссия с кем-то ну я просто пытался для себя определить какую-то яркую персону кто мне да кто выделяется потому что всего там буквально два дня назад пире плотно зажигал там моментами круто включался зимби десанти тоже включался а ты хочешь какого-то star player everyday да я просто про то что говорю что у них очень сбалансированный состав и нет ярко выраженного персонажа понял тебя то есть условно фнатиках есть регалия условно в нами есть моносе у мау спортс есть торси ну и так дальше а вот здесь как-то все очень интересно интересно в смысле не определен не определен надо деглами сейчас у фури и к есть два смока две флешечки не бы по моему понимают прекрасно что происходит на карте в смысле что у оппонента лоубай но проблема в том что они не контролируют карту почему-то люрки даже под б не оставили даже на дискотеку не отправили хотя он мог спокойно там сидеть и контролировать поджимчики аквадискотека да могла состояться так пока что аккуратно проверяется коннектор ой-ой-ой-ой-ой врыв от зимби забрал сапика но при этом сгорает в его же коктейли молотова окей окей а вот это хорошо вот это хорошо потому что под ztr а дальше можно будет играть он сейчас на ланге он может собрать какую-то инфу попробовать дать и энтри под а плентом и под него потому же можно сыграть а можно и оставить его просто как люркера да и уйти на б но сейчас занимается довольно рисковым делом нет все таки решили не я подумал показалось что пойду через конкурт подзима десанти прямо на прицел казалось бы затеру выходит но реакция однозначно у бразильца поинтересней жестко рульф откидывает молотов понимает сейчас и на и пишут у них чел один на ланге было бы неплохо его как-то изолировать пире играет от ребенка погибает про делает минус и закрывает нило 10 это было очень важно ниндзя зи погибает также от рульфа последний дроп кажется что и но нет да не могут до конца вроде цепляются знаешь что вроде есть какие-то моменты в которых они получают позитивы и можно можно дальше поработать потому что конкретно в этом раунде я бы отметил что бразильцы имея не большинство хотя бы равенство и в моменте подобрава к 47 продолжали оставаться на базе бы то есть не смогли они укрепить а плент в итоге пире в солянова пытался останавливать заходящего игрока ну короче вот там дальше просто по одному квадс 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 минус три бразильца последний отправляется на сейф ну хорошо хоть так у дропа удалось дропа удалось сохранить ака 47 но счет уже очень и очень неприятный конечно же для фурии академии 14-6 два раунда до победы young ninjas ну шведы максимально плотно настроены закончить мучения бразильцев на вирпасе как можно быстрее по игре уверена по реализации своих даже не не тех ситуаций в которых у них нет численного преимущества все опять же но уверенная игра как-то просто уверенная игра мы тост увидим на этом ивенте для меня даже загадка мне нравится что молодежь не играет с 2 а мне не на они типа такие то это даст 2 это для бумеров играйте древние карты свои старые двадцатилетние карте 20 лет зачем ее играть другое дело вертига ну хорошо а какой карте не 20 лет вот из ну ладно из из пола много таких там оверпас оверпас окей а что дальше ну вот условно трейн у нас был но старая карта старая карта не но я скорее даже не про то мы знаешь вот мы как-то обсуждаем карты а на фоне не по методично просто ходят и а тут ничего нового тут просто взяли и убрали опорника в базы б зимби дистанте будут сохранять опять так же вот будет попытка сэйва но на этот раз не вы должны действовать агрессивно и не давать сэйвить бразильцам оставшиеся оружие но и вот кстати зимби а вп как-то не подружились на оверпасе бомба взрывается уже точно это пятнадцатый раунд для ниндзи да вот как-то были всплески за атаку при том всплески были прежде всего от фурии сейчас уже игра смотрится довольно ай-яй-яй можно было по второму залепить без ума это было бы красиво ты берешь рольфа в моменте когда он прокручивался ну я по крайней мере заметил да когда ты сконцентрирован на экране наверное он упустил этот мой он просто видел модельку врага и смотрел да 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 но он же сидит знаешь когда у тебя близко сидят как поколение молодых задротов давайте послушаем образцовый тимспик от nip и мы субси раунд в катастрофу не попутай и закрит фурию но слайк если я мало на или вы гвы г? я слайкер нет леша 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 мит леша мит мит мило леша мит мил леша 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 а не флеша а шить или я филал мисфаку вкласминк а юбуссар леша а я могу искать байкл вклес Накрона, который свернул. Молл, меня не защитил. Я собираю Стоуа. Мы собираем Стоуа. Я собираюсь в то время Нило, я собираю. Я собираю его. Вечер, я собираю его в горе. Фила нас собираю. Я собираю его в то время. Стоуа, я собираю его. Котый. Я же собираю его. Сейчас предоставил Нило. Мы будем бояться. Рольф? Нет, нет. Нет, нет. Мы будем бояться, я думаю, это лунг. Я поеду. Или... Ваттен. Комалом, Моссесар. Я смокаю и мала ваттен. Вы можете идти на 3-массивную. Найс! Я смокаю его. Я не смокаю, Моссар. Комалом. Ваттен. 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 Нужны katил Ваттен. Ваттен. Моссесар. Посмотрим tolerать тебя. Остальное conseguir. Ватт. Это нег Manager. Акта. Ваттен. Ватт red Kler. Из-за obtenки на domain name. Ваттен. Ватт в нашем baja. Ваттен. Ватт. Ватт ек. Я буду делать это разное. Ваттх. Ватт говоритесь на вас. Ватт, ты не порел. Ваття не за龍, один хейсон. А блон... Субтитры сделал DimaTorzok